Приветствую вас дорогие зрители канала Chess.com.ru В этом ролике хотелось бы обозрить итоговую партию тайбрейка, который состоялся между 17-летним Вудеркиндом, родом из солнечного Узбекистана Надирбеком Абдусаторовым и всем нам прекрасно известным Яном Непомнящим. И под нашей видеокартинкой вы видите турнирное положение после итогового 13-го тура. И несложно заметить, что первое место поделили сразу 4 участника. Но по регламенту турнира два участника, которые имеют самый высокий коэффициент в турнире, играют тайбрейк между собой. И этими счастливчиками оказались Ян Непомнящий и Надирбеком Абдусаторов. В первой партии их очного матча Ян Непомнящий играл белыми, всю партию давил на своего менее опытного оппонента, но Надирбеку удалось спастись. Но в этой партии у Надирбека были белые фигуры, и он начал поединок ходом слоновой пешки. Черные подхватили партию ходом коня f6, белые развивают ферзь его коня, черные захватывают центр пешкой. И после ходов коня f3, конь c6, у нас возникает вариант 4-х коней английского начала. Белые захватывают центр пешкой, играют e2, e4, и черные выставляют слона на самую активную позицию. Теперь уже в вариантах подвисает пешка на поле e4, поэтому молодой талант пешку сразу подкрепляет ходом d2, d3. Черные отвечают сразу ходом d6, уже с идеей выставить белопольного слона на самую активную позицию, и белые не пускают, играют h3. Скажем, в партии Абдусаторов-Карлсон, это был 10-й тур чемпионата мира по быстрым шахматам, в той партии Надирбек сыграл a2, a3, напав на слона Магнуса-Карлсона, Магнус ушел, и по итогу Надирбек поймал чернопольного слона-чемпиона и в итоге его съел. И партию Надирбек у Магнуса выиграл. Но в данном поединке Надирбек играет h2, h3, меняет пластинку. Черные отвечают ходом a5, слон e2, слон c5, короткая аркировка. Черные делают профилактический ход a6, чтобы ни одна из вражеских белых фигур не могла встать на поле g5. Но белым не надо. Белые отвечают ходом слон e3, предлагая размен чернопольных фигур. Черные поменялись, белые съели, и короткая аркировка последовала с стороны Яна Непомнящего. И довольно стандартный для данного типа позиции ход ферзь e1. Белые ведут ферзя на поле g3, чтобы можно было задать вопросы черному королю. Черный играет конь e7, белый играет конь h4, и Ян Непомнящий быстренько отвечает ходом конь g6. И хитрый узбекский мундеркинд отвечает ходом конь f5. Конечно же, Надирбек не забирает на g6, потому что после этого взятия у черных очень простая оборона, и белые не достигают особого прогресса, а белые заползают конем на f5. Черный играет c6, довольно неплохой ход, Ян Непомнящий прихватывает важное центральное поле на d5, а белые играют ферзь g3, присматриваясь к черному королю. Теперь черный конь связан, в противном случае белый поставит мат королю Яна Непомнящего. Ян сразу увидел главную проблему, а это конь на f5, и сразу решает ликвидировать данную фигуру, и съедает на f5 слоном. Белые бьют ладьей, черные ответили ходом конь h7, и ладья а на f1. Надирбек Абдусаторов сдваивается по полуоткрытой вертикали f. Черные сыграли ферзь h4, предлагая Радмян Ферзей, а белые не то чтобы отклонились, они предложили поменяться на своих условиях. Надирбек Абдусаторов говорит Яна Непомнящему. Ян, но если ты хочешь меняться, то только на моих условиях. Ян соглашается, он меняет ферзей и переводит стрелки часов вот в такое вот окончание. Черные сыграли конь e7, нападая на ладью, ладья ушла на поле f2, и черные отреагировали ходом конь g5. h4, белые сразу прогоняют этого коня прочь, черные уходят на e6, и слон g4. Очень хитрый таинственный ход. Если сейчас черные ошибутся, ну например, в этой пагице сыграет b7, b6, то белые мгновенно побеждают, нанося несложный тактический удар на f7. И после ответного взятия белые забирают слон на e6, и оказывается, что белые получают абсолютно выигранное окончание, имея лишнюю пешку после всех многочисленных ладейных разменов. Так что здесь очень грамотно Ян уводит коня из-под нападения, играет конь c7, белые реагируют ходом конь на a4. Черные подкрепляют пешку на e5, играют f6, но из недостатков сразу же ослабляются белые поля вблизи черного короля. Белые отвечают ходом d4, ладья d8, ладья d2. Довольно идейный ход стороны на дирбека. Белые уже не прочь сдвоиться по вертикали d и проломить позицию черных. Но черные отвечают ходом b7, b5. Ход неточность, белые меняются. Конь b5, ладья c1, белые приковывают свое внимание к пешке c6. Черные отвечают ходом ладья b8, конь c3. В этой партии, не буду от вас, зрители, скрывать, было много ошибок. Потому что партия довольно нервная. 3 минуты плюс 2 секунды добавления на ход, естественно, не каждый сможет выдержать данное напряжение. И, естественно, ошибок и неточностей в этой партии было много. Белые сыграли h5, прихватывая поле g6. Черные разменялись, белые побили ладьей. Намного сильнее было побить пешкой и постараться в будущем свою пешку с поля c3 довести до поля c5, задавая вопрос пешке d6. Но белые побили ладьей. Ладья b5 сыграли черные, слон e2 нападая на тяжелую фигуру. Ладья ушла на b6. И слон c4 шах. И здесь последовала серьезнейшая ошибка со стороны Яна. Здесь российскому гроссмейстеру следовало короля из-под шаха убрать либо на f8, либо на e8. В будущем где-то подготовив удар d6, d5 тычок по центру. Но Ян шахматист амбициозный. Шахматист атакующий и сразу проносит данный удар. И оказывается, что Ян здесь был совершенно не подготовлен. После взятия d, e, f, e и хода e, d, черные обязаны бить конем или пешкой. Ну, конь bd5 сразу приводит к поражению, потому что конь теряется на связке. Черные забирают здесь пешкой, и белые наносят фантастически сильный ресурс e4. Нельзя брать слона ввиду потери ладьи на поле d8. Партия завершается. Других ходов нет, потому что пешка просто-напросто связана. Черные сыграли король f6. Уже нет хорошей жизни. Белые побили слоном. Взяли, взяли, черные сыграли король g5, таким образом приковывая свое внимание к пешке h5. Ладья e3. Белые нападают на e5. Не стоит забывать, что на дирбека Абдасаторова уже имеется полноценная здоровая лишняя пешка. И только он в этой партии играет на победу. Черные сыграли король g6, белые играют d6. Меняться ни в коем случае Яну не стоит, так как в данном случае осуществится переход в абсолютно проигранное ладье на окончание, в котором у белых имеется парочка, но с проходных пешек. Поэтому на ход d6 черные отвечают ходом a4, убирая пешку из-под нападения. Белые играют d7, двигая пешку вперед. Король f7. Белые дали шаг с поля f2. И тут черным пришлось вернуться на поле g6. Не было, конечно, хода король g8. Ввиду простецкого ресурса ладья e8. И после размены ладей, белые съедают ладью, превращая пешку в ферзи. Так что на ладе f2 черным пришлось возвращаться. Белые заползают на седьмую. Ослабленную седьмую черными горизонталь. Белые после хода ладья d6 сыграли ладья f на f7. Но оказалось, что вообще делать Яну нечего. Пыться абсолютно безнадежная. Белые заедают пешку на f7. Нечего поделать. Черные сыграли ладья d3. Белый король отправился на поле f4 вперед к победе. Ладья b8 съели на g7. Ну сколько уже у белых пешек лишних? Аж две пешки. Но не стоит забывать, ребята, что эта партия сыграна в блиц. И в любой позиции у каждой из сторон имеется шанс на победу. Несмотря какая бы оценка ни была. И тут, если бы на дирбэк Абдусаторов нашел бы мат в два хода, то он бы становился чемпионом мира по быстрым шахматам. А здесь от белых требовался очень несложный ход ладья e5. И после короля f4 мат на поле g4 черному королю. Но на секундах, конечно, нервы начинают сдавать. И на дирбэк не замечает мата, играет король f5. Но все равно пыться выигранная. Черные заседают на b2. И теперь белые ставят мат, но уже немного другим образом. Возможно, не особо стандартным. Но ход все равно был несложен. Ладья g5. И на съедение ладьи белые объявляют линейный мат черному королю. А если черный король уходит на поле h4 от шаха, тогда ладья e4 мат все равно следует королю Яна Непомнящего. И снова не замечает этого на дирбэк. Играет ладья g8. Это ошибка, но все равно пыться выигранная. Ладья d2. Снова ладья g5 мат. Белые играют ладья e1. И после этого неаккуратного хода оценка позиции абсолютное равенство. И Ян Непомнящин находит единственный правильный ход ладья d5. Белые играют король f6. И ладья d6. Казалось бы, вот оно все. Вечный шаг к белому королю. Нельзя отправляться на седьмую горизонталь ввиду съедения проходной пешки. Белые отправляются назад. Шах. Отправляемся назад. И тут единственный ход со стороны Яна Непомнящего делал ничью. А именно ход ладья d2 на d4. Именно этой ладьей нужно было дать шаг с центрального поля. И если белый играет король g3, черный реагирует ходом ладья g5, меняя форсированной ладьи. И данная ладья на окончание абсолютно ничейная. Потому что черный король приходит на р6, вытесняя белую ладью. И съедаем на d7. Ну или, например, такая возможная развязка. Белый играет g3. Король f6. Ладья h7. Король g6. Белые не хотят отдавать пешку. И такое троекратное повторение позиции. Но не замечает этого Ян Непомнящего на секундах. Нервы взяли верх над претендентом. И сыграл Ян ладья 5 на d4. И оказывается, что после хода король g3 нету этого ардмина ладей. Шах. Король h2. Казалось бы, но теперь уже горит неприятный ход ладья e5. С нападением на короля. И там уже g3. И черный король окажется в матовой коробке. Черный играет ладья d5. Но белые превращают пешку в ферзи с приемом отвлечения. Черный обязан забирать ферзя. И после шаха на e5. И единственного ответа король h4. И хода g3. И признает свое поражение Ян Непомнящий. Оказалось, что черные должны скидывать ладью за пешку. Но и здесь, естественно, партию смысла особого продолжать нету. Без ладьи Ян Непомнящий протянул руку на дирбеку и сдался. Таким образом, на дирбек Аддесаторов становится самым молодым чемпионом мира по быстрым шахматам в истории данного прекрасного вида спорта. С чем мы поздравляем не только его, но и весь солнечный Узбекистан. Узбекистан вперед, к новым победам! Спасибо всем большое за просмотр. С вами был Максим Голубовский. И не забудьте подписаться на канал Чизком.